Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Затолщим наши выборы. На чём же мы остановились? Мы получили уравнения эволюции. Которые так записывали вроде, записывали в таком виде. ДФ производится логалистку квадрата от функции распределения портонов типа А. В каком-то адроне. Функция распределения это что означает? Это число портонов с импульсом с импульсом с долей импульса между x и x плюс gx делённое на 0x то есть плотность по x плотность распределения и таких портонов, виртуально из которых и поперечные пусные, чем q-квадрат Вот производная логарифка q-квадрат это есть альта ВС от q-квадрата делённая на 2π это уже я пишу для квалтовой прободинамики альта ВС ну а вообще-то она просто можно написать как мы уже говорили не о любой теории а здесь стоит vz делить на z p а a b от x делённое на z и здесь f b в том же агроне портонов типа b от z q-квадрат вот такая z меняется из 10 от x до 1 это вот родительский портон ясно, что у него плотность родительских портонов ясно, что у них доля импульса должна быть больше реально понятное уравнение да вот b а b это функция расщепления которую мы частично вывели ещё опираясь на наши результаты полученной квантовой электродинамики ну есть ещё функция расщепления которую мы не получили и которую вы на семинаре не получите это g функция расщепления вон вон вот ну теперь что же делать с этими уравнениями как их решать ну уравнение это уравнение эволюции понятно что они справедливы где они справедливы ну там где альфа с квадрат малу там где можно пользоваться теорией возмущения и они описывают вот в такую область можно пользоваться теорией возмущений а кроме эволюции конечно начальное условие для них кроме уравнения когда мы решаем уравнение нам необходимы начальные условия конечно а начальные условия вычислить мы не можем квантовой динамики из первых принципов так сказать поэтому их приходится извлекать из эксперимента ну вот эти функции распределения партона квадрона они так сказать составляют неотъемлемую часть описания взаимодействия адронов в общем любые процессы с участием адронов любые процессы которые включают жесткую часть конечно те процессы которые зависят только от от больших расстояний конечно вовсе невозможно описать но есть много процессов квантовой промодинамики которые экспериментально наблюдают это процессы которые включают толстые взаимодействия что это означает как ну процессы например когда у нас при огромных столкновениях летят струи на большие углы струи струи то есть летят частицы струя это некий пучок почти галериарный пучок адронов близко условно говоря галериарный вот вот я же не такой стручок адронов летит на больших углы но конечно он должен быть скомпенсирован другим пучком который летит импульс должен быть полным правильным нуля поэтому картинка выглядит таким образом что сталкиваются агроны летят здесь что-то летит вперед на малые углы конечно но что-то летит вот на большие углы какая-то струя летит сюда какая-то струя летит сюда они конечно не продолжен и импульс не скомпенсирован а повеличивший должен быть скомпенсирован Как этот процесс описывается в рамках квантовой кромодинамики? Описывается таким образом, что предполагается, что он идёт таким образом, что вот здесь в каком-то... Каждый из сталкивающихся адронов состоит из партонов, и происходит столкновение каких-то партонов в одном, скажем, квартах или глеонах, из одного адрона и из другого адрона. Происходит столкновение, это жёсткое столкновение, в результате него... Это просто столкновение описывается в рамках уже теории возмущения. Это может быть просто... Вот я нарисовал это в правом деле. На диаграмму Хельмана, и, конечно, здесь сталкиваются, например, кварт-хварт или кварт-антихварт, это вот такое столкновение, а обмен глеоном просто и эти кварки разлетаются на большие углы. Ну, вот это элементарный процесс здесь. Этот элементарный процесс может быть либо кварт-хвартовое столкновение, либо кварт-глеонное, либо клеон-глеонное, в зависимости от того, какой здесь берётся партон подробный соответствующий. Дальше здесь видят, опять же, партоны. Партоны — это кварт-глеоны, и эти партоны как-то рождают струю в своём направлении. Как описывается процесс? Процесс изображается или смёртвым, вернее, амплитуда процесса. Сечение процесса, пардон. Как описывается? Это описывается таким образом, что это есть То есть, dx, dx, dx1, dx1, f, a, h1, dx1, u2. 1 квадрат — это вот мера жёсткости этого процесса. Грубо говоря, это перпендикулярный импульс, который у нас есть струя. на x2, на x2, вообще-то это в зависимости от того, как мы определили моего сорта дерева, лучше не писать здесь знаменателю и цифру, мы так определили, что это просто... Мы определяли к aproximong, потому что вот это просто число партонов, да? И вот это число патронов, Fb на H2, это первое дрон, второе дрон, а здесь 2, Q квадрат. Вот это, а здесь сечение, вот X1, X2, S, это полуэнергия. А здесь сечение, которое зависит уже, ну, можно говорить так, что сечение процесса, которые будут инициированы этими патронами. И это квадрат энергии полной в системе центра масс этих патронов. Ну, я не знаю, здесь другие могут быть еще характеристики, конечно, когда мы говорим о сечении, о процессе круглого столкновения. Здесь еще есть передачи импульса. Я не буду ездить. Значит, важно будет то, что, значит, энергии. Энергии патронов, это здесь X1, извинение энергии, X1, X2, S, дает. Ну, а здесь еще стоят какие-то функции фрагментации. Здесь это вот распространение патронов. А дальше надо писать еще функции фрагментации, как потом фрагментируют струю. Вот тут фрагментируют струю. Оказывается, как бы их обозначить? Ну, можно так обозначить. Значит, вообще-то говоря, если мы здесь, в этой, просто струю смотрим, да, то есть в каком-то смысле инклюзивное сечение, не смотрим никакие характеристики струи, если мы просто берем инклюзивное сечение, то тогда и никаких функций распределения, здесь функций фрагментации нет. Но здесь мы можем смотреть просто какой-то адрон в этой струе, какой-то адрон. Тогда мы должны нажать на функции фрагментации. Ну, я не знаю, это сечение тогда уже зависит от тех импульсов, которые, я думаю, адрон фиксирует, то тогда сечение, естественно, зависит от функций, от кинематических характеристик этого адрона. И функции фрагментации зависит от этих характеристик. Но вот что важно, что эволюция функций фрагментации, оказывается, удовлетворяет тем же уравнением, что и фантомных распределений. В принципе, это правда. Уравнение, ну, если я запишу, вот введу функцию фрагментации, каким образом я ими обвожу функцию фрагментации. Вот скажем, вот у меня вылетел сечение-то у меня, это вот сечение просто вот такое сечение, а потом этот процесс идет вот таким образом. Здесь рождается, в этом направлении летит сначала один бактон, а потом этот бактон как-то вот происходит процесс адронизации. И, в принципе, адронизация, описывать этот процесс полностью мы не можем. Но вот, можно написать какую-то, как-то сказать, что вот есть такая вероятность, вероятность того, что наш бактон перейдет в адрона. То есть, мы можем ввести такую функцию F, скажем, H число F с волной, напишу, потому что это вообще другая функция. Это число адронов в адронов в бактоне A. То, что можно сказать, число адронов. Адрон летит почти вдоль направления этого бактона. И, значит, X это доля импульса, который адрон, уже наоборот. Здесь была импульс, это доля импульса бактона в адроне, а здесь X уже доля импульса адрона в бактоне. И точно так же в квадрате. Вот можно ввести такую функцию, и Q квадрат это, грубо говоря, виртуальность или поперечный импульс от этого бактона. И можно ввести, опять же, такое же, написать такое же уравнение эволюции. Оно будет иметь такой же вид, как вот это, как то уравнение, да? Но здесь не совсем такой же вид. Какой же оно будет иметь вид? Оно будет иметь вид. Но вы сами можете догадаться. Даем с волной H. Здесь-то H у нас будет фиксировано, да? Это А, А от X Q квадрат, здесь D по D логарифте Q квадрат. Это есть А, А, С от Q квадрат, делённое на 2, и тот самый интеграл DZ на Z. Здесь напишем, что же напишем, F с волной, то же самое, того же самого Адрона. Здесь у нас была сумма по B, конечно, да? Поскольку B это не мой индекс. Мы, правда, иногда писаем просто я сумму по B, а иногда не писаем. Сейчас вот я не написал, но надо подружать. Сейчас написал. Здесь тоже будет сумма по B, да? B от Z Q квадрат, это, ну и B с волной, да? B, A, вот, опять же, X, делённое на Z, да? Так, сейчас только соображу. Значит, что же у нас происходит? Адрон, значит, адрон несёт долю импульса X в долю импульса X. Вот у нас, значит, как происходит распадение. Это адрон, он несёт, ну, на самом деле, за адроном лучше не следить, а лучше следить вот за… Вот это был у нас доля импульса Z, а дальше переходит в какой-то… здесь доля импульса уже… уровень So�� ret Commerce X, да? Правильно, здесь уже доля импульса X, доля импульса X, да? Ну, правильно. И опять же, доля импульса z должна быть больше, чем доля импульса x, ну, иди нет. Ну, по существу то же самое уравнение. Вот эти функции распределения, функции расщепления, оказывается, в плане приближения, я уже говорил, что вот это уравнение, оно написано, ну, вот здесь αs и квадрат выделено, так исторически сложилось, я буду написать, и функции расщепления, которые мы выписывали, они не зависели от αs, но мы выписали от αs. Почему? Потому что мы выписывали только в первом приближении теории возмущений, да? В Бордовском, так сказать, приближении теории возмущений эти вот функции расщепления. На самом деле, уравнение, оно остается справедливым, оказывается, и в высших порядках. Ну, по смыслу просто более-менее очевидно, хотя, доказательство, конечно, не триллиально того, что это уравнение остается справедливым в высших порядках теории возмущений. В этом случае P — это ряд по αs от Q², вот это P — функция расщепления. Оказывается, что в первом приближении теории возмущений, то есть когда P — это просто функция от вот этой переменной, то есть в нулевом приближении по αs, когда мы берем это P, то они просто совпадают, эти функции просто совпадают. Опять же, этот факт, в общем-то, более-менее можно понять, потому что, понимаете, в чем дело? Что в этом приближении все равно и эта функция расщепления, и та функция расщепления, они даются просто вот такими диаграммками, когда у нас происходит вот один бардон распался на два, и мы берем квадратик этой диаграммы и получаем отсюда функцию расщепления. Ну, и в более высоких порядках теории возмущений это уже не так просто. И функции вообще-то говоря разные. Так вот, я говорю, что если просто инклюзивное враждение строится, то все вот тогда вот написали вот такое течение. А если эксклюзивный процесс, эксклюзивный, то есть мы смотрим еще за каким-то адроном здесь, то надо умножать еще на функции прогнетарской. Повторяю, что значит, что важно здесь, для чего я все это говорил. Я говорю для того, чтобы вы поняли, что важность вот этих функций, вот этих функций, этих уравнений, что посуществует уравнение, эти функции, которые написаны у нас для функций расщепления, для подробных распределений, и аналогичных уравнений, для функций фрагментации подробных. Эти уравнения, они, так сказать, суммируют все знания теории возмущений. И эти функции, они используются для описания процессов, включающих жесткую часть, любых процессов, любых процессов. Там рождение струй, так называемые процессы дрело-явны, когда у нас рождается там просто пара, пара, лектонная, лектонная, антилектонная, лектонная. Эти функции расщепления используются, естественно, в функции подробных. Подтонные распределения, они используются и в огромных столкновениях, и в столкновениях, с которых мы начинали рассуждения, мы, в большинстве, начинали с леконовласти, в столкновениях лектонов с адронами. То есть, область применения этих функций чрезвычайно широка. Еще раз повторяю, что это существует. Эти функции являются неотъемлемыми частями описания всех процессов, которые содержат жесткую часть. Ну а по существу только такие процессы мы не можем объяснить. Вот. Дальше что? А можно вопрос? Да. То есть, во-первых, как мы говорили, обязательно потом вылетевшить и вылетевшить, и вылетевшить струю, да? И эта вероятность должна описываться вот так? Нет, нет, нет. Струю, он... Струю, он превращается с вероятностью единицы, понимаете? Да, но зачем тогда там увидеть множитель? Какой? Сечение? Нет, что за сечение, вы там еще множители. Я говорю, множители вводятся, функции фрагментации. Только тогда, когда мы в этой струе выделяем какой-то патон. Как конкретный процесс. Конкретный процесс, эксклюзивный процесс. Вот, понимаете? Обычно же смотреть эксклюзивный? Не обязательно, вовсе нет. То есть, у нас из эксперимента начальное условие получается на сверху двух функций, да? Ну, то есть, там же мы можем... Нет, мы можем... В начальном условии, да. Ну, понимаете, в начальном условии скажем. Вот эти, когда мы смотрим в гибы на ласты, да? Там только одна функция, да? У нас же есть много... Эти функции, те же самые функции, они используются во всех жестких процессах. В столкновениях... Я только что сказал. В столкновениях гиптонов с огромными, да? В типо на ласты. И там сечение этого, инклюзивное сечение, выражается только через эту функцию, да? Через эти функции, понимаете? Поэтому, конечно, эти вот, когда хотят получить какие-то начальные условия для этих функций, да? Конечно, основную роль в получении этих начальных условий играют процессы вот такого типу, как единая власть, да? Но сейчас происходит так, как называемое глобальное фитирование производит, да? То есть, все процессы, всю совокупность процессов, которые известны при каких-то передачах, ну, в которых вот это, при каком-то фиксированном квадрате, их пытаются описать. На самом деле, я не очень-то и знаком с этим самым глобальным фитированием. Это целая своя наука, в которой задействованы огромные компьютерные мощности, понимаете? Это, ну, я повторяю, что важность для этих функций в том, что они, это универсальные функции, которые используются во всех процессах. Во всех процессах. Ну вот. Здесь. Ну, как же решается? Вы написали это уравнение, а как же оно решается, это уравнение? Это не одно уравнение, у нас пактонов-то много, и здесь ведь под А имеется в виду любые, значит, любые кварковые флейверы и антикварки тоже здесь, да? Это эти уравнения, а вот этот индекс, он, если мы говорим о кварков, то он пробегает все флейверы, кварковые и антикварковые тоже. Ну вот, теперь, ну вот, поэтому это большая система уравнений, а как же ее, как же ее, эту систему уравнений упростить? В общем-то, я уже говорил, что можно выделить распределение валентных кварков и морских кварков. То есть, введем вот такие функции, такие функции. Сигма Это есть сумма Ну, Сигма я и написал сумма, но это сумма по всем фактам. Ку А, вот, х ку квадрат, х ку квадрат, да? Что я говорю? Вот это вот... Я индекс А от рода, видите, этот индекс он проносит сам, да? Я его выпустил вообще. Он здесь 5 индексов, здесь 5 индексов. Все, он одинаковый. Поэтому я его отпускаю. Значит, вот введу для распределения кварков, когда вот А у меня проникает как кварковый индекс, так и глионный индекс. Вот когда это... Так и... Вот это... Что такое ФА? А, я так напишу, от х ку квадрат. Что это такое? Это есть совокупность, вот такая совокупность. Ку А от х ку квадрат. Когда это... Распределение кварков. Кварков типа А. Кварков и антикварков. И G от х ку квадрат. Это глионное распределение. И вот у меня сколько этих самых... Сколько... Этих функций распределения. Теперь, я введу еще вот... С глионным я буду работать. Да? Ну вот, что касается кварков, то я введу вот такую функцию... Такую функцию, да? Ты можешь разделить на 2NF. В какие индексы пробегают? В число индексов, которые здесь А пробегают. Это число флейверов. Удвоенное число флейверов. Потому что... Я еще раз повторяю, что здесь есть как кварковые распределение, так и антикварковые. Так. И введу еще QA валентная от х ку квадрата. Которая есть... QA от х ку квадрата. Ну ладно, зачем я пишу? Х ку квадрат не знаю. Минус едица на 2NF. А здесь сумма от х ку квадрата. Вот. Вот число валентных. Это вот число валентных. И это распределение валентных кварков. Ну что это такое? Ясно, что в эволюции вот этих валентных кварков... Валентные кварки это только те кварки, которые... Если я буду смотреть на диаграммы фильма... Диаграммы фильма у нас будут... Будут всякого рода там такие... 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 Да? Так я буду считать только вот эти вот кварки. Они будут валентными. А все другие вот, которые рождаются таким образом, это морские кварки. Так вот. Можно еще раз? Да? Мне очень прям разница. Разница? Ну, у нее бы идея в гей. Понимаете? Есть идея в гей. Все. Я пошел по линии и сделал, наверное, кварк. Это кварк валентный. Да? А морской кварк я... Я не могу... Когда я скатую валентную кварку, я могу по линии дойти до начала, до истока. По морскому кварку... Вот морской кварк. Я пойду по кварковой линии. Все, я никуда не приду. Я уйду. Не приду к началу. Какие-то разницы на геограммах. Морские кварки это те, которые рождаются плеными. Да? А валентные это те, которые рождаются, которые происходят. По прямой линии происходят. Понимаете? По прямой линии от начального кварка. Вот в чем разница. Ну, я не знаю. Так вот. Вот это разница в... Вот я делал определение и сказал, что вот это валентная кварка. Валентная кварка. Вот определение валентной кварка. Да. И тогда давайте я напишу... Ну, не знаю. Наверное, придется тогда... Давайте я напишу уравнение, но так схематически. Какие у меня были уравнения? Уравнения были такие. Ку-А. Я напишу с точкой, да? Это производно... Ха! Вот тебе раз. А что здесь происходит? Дифференциала не было, что ли? А? Был. Был? Точно было? Точно было? Да. Ну, ладно. Так вот, по асточкам. Это производная половинка квадрата. Это, значит, я напишу. Что это такое? Это было... Значит... П... А... П... Ладно. Значит... Из чего у меня... Что я хочу сказать? У меня на самом деле... Когда я работаю в низшем порядке теории возмущений... Кто у меня здесь есть? У меня есть только... Какие у меня есть? П... Есть ПКУКУ, да? СКУКУ, СКУКУ, да? Причем ПКУКУ не зависит от флэйвора, да? Не зависит от флэйвора. А? Вот здесь. Это флэйвор еще указывает. Правильно? А здесь ПКУКУ в низшем приближении не зависит от флэйвора, да? Кварк. Кварк. В низшем приближении, потому что это просто... Вот квадратик, вот такой диаграмм. Кварк перешел в кварк и звучит клево. Ясно, что? Взаимодействие от флэйвора не зависит. И у меня нет, например, в низшем приближении нет, например, ПКУКУ, правильно? В высших приближениях такие появятся. ПКУКУ, да? В низшем приближении этого нет. Ну, скажем, в высшем приближении появится вот такая диаграмма. Квадратик. Такой диаграмм. И я могу ПКУКУКУКУКУ взять отсюда, да? Взять. А в низшем приближении такого нет. Поэтому у меня есть только вот такие. Таких нет вообще. А есть ПКУКУ, ПЖКУ, ПКУЖ и ПЖЖ. ПЖЖ, да? Вот. Вот. Так. Так вот. КУА с точкой. Что это такое? То есть здесь я смотрю кварк. Тогда здесь я тоже должен взять кварк. То есть вот может быть это ПКУКУ, да? ПКУКУ на что? На КУ. Ну и еще здесь у меня диагональный по флеверу диагональный. ПКУКУ. У меня не меняется флевер, да? Я, поэтому здесь будет стоять КУА, тот самый КУА плюс ПКУКУ на 100 и на ж. Вот такая. Такое есть уравнение. Это уравнение для Флэмона А. Опять же, для Куаз точек. А уравнение для А. У меня пробегает значение любые Флэмоны и антифлэмон в год. Вот. А теперь еще уравнение для Ж с точкой. Ж с точкой. Это что такое? Откуда может Ж взяться? Это есть ПЖК на КУА. И здесь сумма по А. Правильно? Сумма по А. И плюс что? Теперь сумма по А у меня означает только сумма по Флэмору. По Флэмору. По квартал Флэмору. Может быть другую букву бы написал бы я. Потому что здесь А у меня включало еще и Леон. Вот это вот А. Леон тоже включало. Здесь же для Леонного распределения тоже было. А теперь я перешел к А. Вот здесь, когда я писал уравнение. А у меня буква означала квартки, антиквартки разных флэморов и Леон тоже. Здесь я букву А уже употребляю только для квартковых флэморов. Видите? А Леон я отдельно выделил. Вот я написал. ФА. Вот оно у меня состоит из квартков. И глион еще есть. Теперь пишу отдельное уравнение для квартков. Отдельно пишу уравнение для глионов. Для глионов. Глионы. Ну понятно, что кварт может происходить. Кварт с флэмора А. Как он может рождаться? Он может рождаться только тем же квартком. Да? Только квартком тем же флэмором за счет вот такого перехода. И может рождаться в Леонном. Не может рождаться в Леонном. В Леонном. Может рождаться квартком любого флэмора. Да? Но все флэморы рождались в Леонном одинаково. И плюс, что здесь стоит? Плюс стоит ПЖЖ. ЖЖ. Да? И на Ж. Все. Здесь никакого уравнения нет. Вот. Вот уравнение. И что у нас здесь? Получается QA это число? Число квартков в флэморах? Или это какая-то функция? Число квартков в плотность. Да? Плотность квартков в флэмора А. Это? Да? Вот. Вот QA это вот что такое. Вот я сказал. Когда? Вот я сказал. Вот что такое QA. Видите, что такое QA? Это то же самое, что F. Но только для кварка. Только для кварка. То же самое, что F. Но только для кварка. И вот система уравнений. Ну теперь это одно уравнение. А этих уравнений сколько? Два NF уравнения. Да? Два NF. Два NF. Потому что A протекают значения все. Разные флэйворы. Да? Ищу кварки антикварки. Ну. Что же это понятно? Стреляем мощно. Да? Евгений Анатольевич. Понятно? А с вами спросить, точка это по времени? Ну по... Логарифт QA это время наше. Наше время это логарифт QA. Уравнение называется уравнением эволюции. Ну когда говорят об эволюции, обычно имеется в виду эволюция по времени. Да? Поэтому... Ну часто так пишут. Время это логарифт QA. Такое вот время. Такое вот время. Я говорил, что часто вместо производного логарифта QA пишутся просто пусточек. Вот. Вот это уравнение. Значит, что мы с ними делаем? Вот давайте теперь возьмем QA. Да? И... Да. Возьмем... Теперь давайте вот напишем уравнение для... Уравнение для G. Вот оно. Да? Да? Вот оно. Это уравнение. Теперь в этом уравнении, что мы видим? Здесь стоит сумма по А. P, G, QG это одно и то же. Правильно? P, QG одно и то же. Это функция же расщепления. Ну, то, что... Как квант переходит в глион, не зависит от флэйвора этого кванта. Потому что квантовая кромодинамика, она так сказать... Как их назвать? Флэйвор глинт. Знаете? White. Слепая флэйвор. Слепая флэйвор. Поэтому здесь мы пишем, что такое? Что мы здесь пишем? Сигму мы напишем. Правильно? Да. Сигму напишем. Вот. Вот уравнение. Теперь давайте напишем уравнение для... Вот здесь, для сигмы. Да? Как его получим? Ну, конечно, вот здесь получим. Просуммируем по всем. Опять же, это же не зависит от флэйвора. Поэтому сигма с точкой у нас, сигма с точкой, будет равно... П ку ку ку, ну, не равно, а пропорционально. Не пишу. П ку ку. П ку ку на сигма. Правильно? И плюс что? Плюс два нх. П ку. П ку. П ку. П ку. П ку. П ку. Правильно? Я теперь возьму... Можешь просто? А? А? А два нх получается, что есть квартная антикварция, да? Да, конечно. Я много раз повторял. Все стоит. А, это промегает кварт и антикварция. да, и всё ну вот, теперь ну и что теперь я сделаю и возьму теперь возьму теперь напишу уравнение вот для вот для куавалентной для куавалентной какое же будет сравнение для куавалентной 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 а с точкой это есть вот куав это вот этот вот член, да минус единицы надо два альфа вот этот член, да и что я получу? это будет шум опять не равно пкуку пкуку на куавалентной это вот от этого члена а от этого члена что происходит? произойдет ну сократится он, всё не будет понимаете расписать что ли? вот вот я напишу ну я не знаю вот берем вот это уравнение и отнимаем вот это уравнение и отнимаем единицы на двойных вот это уравнение да? тогда мы получаем что это сокращается, правильно? а здесь получается как раз то что всё ну и это а? а? а вот это здесь вот какая будет всё нормально всё правильно всё правильно ну это в общем-то очевидно на самом деле валентные кварки я говорил как это происходит они происходят только за счёт переходов эээээ ну за счёт я ещё раз говорил по валентному кварку может и дойти до ээээээээээх исходного до родителя и там флэйвы сохраняются по этой линии, да? а? флэйвы по этой линии сохраняются Но, естественно, по линии флевер сохраняется, поэтому вот такое уравнение для момент адеквата. Ну и таким образом мы перешли вместо 2NF, уравнение у нас было 2NF плюс 1NF, это для квадратов, это для гриона. А осталось его у нас 3 уравнения. Уравнение осталось под одно уравнение. И вот уравнение вот это и вот это. Причем эти уравнения связаны, потому что морские хварки, сами понимаете, с гриозами завязаны. А вот эти хварки с гриозами не завязаны, уравнение для них отщепилось уравнение. Поэтому это уравнение, а? Ну это уравнение решить ты реально уже, да? Реально решить уравнение. То есть для него, ну давайте, значит, напишем его. Как мы его напишем? Напишем все-таки. Вот X ку квадрат равно альфа рез от ку квадрат делить на 2i. Интебрал от X ку квадрат делить на Z. И здесь ку АВ от Z. Уравнение-то здесь, ну правда этих уравнений я сказал одно, но не одно, уравнений-то много, но они одинаковые эти уравнения, да? Ядро уравнение не зависит от А. Конечно, в больших приближениях, да? Когда мы в ПА уже учитываем переходы квадрат к квадрат и так далее, уже, конечно, этого не будет такой простоты. Но в данном случае вот эта простота, вот она и есть такая простота. Ну и что же? Я уже говорил, как решать такие уравнения, да? Как решать такие уравнения? Как вы решаете уравнение, мы обсуждали, когда ядро зависит от разности аргумента? Преобразованием Фурье, а в этом уравнении ядро зависит от произведения. Тогда надо не преобразованию Фурье, а преобразованию Фурье, который называется во Франции в атласе «обавленный лет», да? Вот, то есть мы говорим, что давайте пусть у нас, пусть у нас значит Q.A. 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 Палентно. Q.A. 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 Или что? А? Мы ведем вот, момент. 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 Ну, момент. М. А. Да давайте опустим вот это вот, там, а и мы опустим индекс. А потом восстановим, чтобы не таскать. Ведем T. М. Ф от J ку квадрат. Которая есть интеграл d x, y и минус 1, от 0 до единицы, а здесь, значит, Q.A. А, В, А, Х, Квадрат Ну, здесь тоже надо писать А и В, но я, говорю, не пропустил, и потом расскажу Ну, и тогда понятно, что КуАВ, КуАВ Это, значит, прямое управление обратное КуАВ А, Х, Квадрат, будет равно, чему же это будет равно? Интеграл дает единица делить на 2 и и А здесь стоит Х в степени минус единица А, минус единица А, нет, минус единица просто Минус единица, да? Х в степени минус единица, а здесь стоит М А с единица и Квадрат Правильно? Это вот обратное преобразование Ну, может, где-то интеграл идет по... Значит, так... Вообще-то говоря, вот, понимаете, вот эта вот функция, да? Это... Ясно, что если у нас единица велико и положительно Реальная часть единица большая и положительная То интеграл хорошо сойдется, да? А если будем двигаться по реальной части Х Ну, налево Уменьшая реальную часть То, конечно, интеграл где-то разойдется, да? Потому что, например, при Ет равном нулю У нас ДХ на Х уже интеграл расходящийся А основания считать, что У при Х равном нулю равно нулю никаких нет Ясно, что это расходимость уже есть, да? На самом деле это расходимость появляется при Ет равном единице Вот Значит... Вот... Здесь интеграл берется Вот по... По линии Параллельной мнимой оси И проверяем всех особенностей У этой обе функции, у Ет по квадрату Есть особенности Где-то, ну скажем, в какой-то В... В левой полуклоскости Наверняка есть особенности И, может быть, даже они Частично и в правой полуклоскости Раздалась Так вот Интеграл берется, повторяем, по... Ну, я так напишу Напишу Дельта Минусы бесконечности Вот так интеграл Но Дельта Плюсы бесконечности Да? Интеграл вот так выглядит Дельта Это вот Их Которая определяется Это есть Дельта Должно быть больше, чем Реальная часть Самой правой особенности Пока Ну и легко Если вы подставите Перейдете просто К логарифму Икс И получите Вы, на самом деле Вернетесь К преобразованию Ну, получите Точно так же Получите, что Это преобразование Является Обратным Точно так же Как Вы Получали Значит Доказывали Прямой Ну Доказывали Доказывали связь между прямым и обратным преобразованием Курье Ну просто Подставьте сюда Возьмете Интеграл Возьмете Там Дельта Функции Получите Не будем проделывать эту Тривиальную Для Таких Таких Квалифицированных Идей Оператор Возьмем Приборе Обратное преобразование Да Дальше Дальше Что Вот Ну Давайте Возьмем И Умножим На х В степени Й И проинтегрируем По х От нуля до единицы Что мы получим Мы получим М с точкой М с точкой М с точкой М с точкой Пока не буду писать М с точкой Получим Отмёт Ку квадрат М с точкой Я повторяю Что это происходит По алгоритм Ку квадрат И здесь получим Все это равно Амфовес От ку квадрат Или На 2п Да А здесь стоит Что Здесь стоит Ку квадрат Видите У вас Значит Интеграл Дх делить на Икс 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 Дз 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 От Здесь В Ку квадрат З И здесь В Ку От З Вот так Теперь, если не сменим порядок интегрирования, тогда интеграл будет dz. Значит, интеграл dz будет от чего? dz на z откуда? Ну, будет z больше x. А, ну неважно, по z опять же будет интеграл от нуля на 1, да? А по x-у будет интеграл от нуля по z. z было больше x, значит, x меньше, чем z. Вот так. А теперь будет переменная dx на z, обозначим ее у. Значит, x равно z на y, да? Значит, x равно z на y. Значит, интеграл по y будет от нуля до единицы. Да и y будет. И умножить на z. Значит, и здесь x, zx, zy по огромной степени идет минус 1. Правильно? Вот. И что же у нас стоит? У нас стоит dz, значит, z вот это мы берем. Остается здесь z в степени й, z в степени й, это z лучше. А здесь уже стоит y, да? Вот так. И что у нас опять получилось по z? Получилось dz, z в степени й, минус 1 в код z, да? То есть то же самое m, да? То же самое f, то же самое. И, а дальше остался множителем. Остался вот такой вот интеграл, да? Ну, обозначим его а. А ку-ку. Вот этот интеграл. А ку-ку. Или вообще берем так. А, а b, это число уже. Это интеграл от нуля до единицы. dz на z, z в степени й, а здесь стоит b, а b, вот z. Вот такой вот. А там же ку-ку зависит от z. А? Ку-ку же зависит от z или ку-ку, а z равен x на y. Правильно? Не понял, ну. Там же ку от z стоит в интеграле. Потом мы делаем заменную. x равно z на y, то есть z равен x на y. Как у вас с m получилось? Ну, вообще. Ну смотри, я интегрирую по x, вот интегрирую по x, да? Да. Ну, потом я интеграл по x, пишу как интеграл по dx делить на z, да? Вместо интеграла. Ну, и остается у меня интеграл по z, вот он. И интеграл по dx до z, который я подначил через y. Видите? Ну, это уж древиально замена перевеса. Ну, что такое? Ну, это всё. У меня плохо. Уж тут, блин. Так. Так. Ладно. Вот. Такое получили уравнение. Такое уравнение получили. Где это уже просто число. Правильно? Да? Ну, просто число. Да? Ну и что? Ну, как же это уравнение решается? Как же это уравнение решается? Нам нужно проинтегрировать? Ну, уравнение, в общем-то, решается привиально. И я вам просто напишу решение. Да? Конечно, оно решается привиально. Но для этого надо знать зависимость альфа в квадратном производстве. Это по логатику квадрат, да? А что мы знаем? Мы знаем, что d логарифм альфа в квадрате. Ну, ладно. Д логарифм g от квадрата. Вот d логарифм квадрата. Логарифм g квадрата. Это логарифм квадрата. Да? Так вот. Это есть у нас... Что? β от g. Правильно? У квадрата. Правильно? Вот у нас уравнение эволюции, опять же, но для константы с логарифм. Да? Было такое уравнение? Да. Было такое уравнение. И где? β от g. β от g. Это есть следующее. Это есть минус. Минус. В это 0. Да? А здесь стоит, ну, я не знаю, альфа s на 4π в квадрате. А на 4π. Или альфа s это g квадрат на 4π тоже. Так вот. И плюс, и минус, и так далее. Ну, нам, поскольку мы только в 1.5 работаем, нам вот эту предоставлю все. Правильно? В это 0 у нас, это есть 11 третьих nc минус 2 третьих nf. Вот так вот будем повторять. За первых ход пока вы не запомните. Да? Вот что у нас есть. Ну, поэтому, поэтому m, m я напишу теперь, а, валентное, от g и q квадратное. Это есть. Вот что такое. Это есть экспонент. А здесь стоит. А. А. Ку-ку. Ку-ку. Ку. Делить. На 8π. Вот так сейчас помню. А может, там вру, но я сейчас, я же я на вру, то поправлюсь. Да? А здесь стоит. Интеграл. dg квадрат. Делить на β от g. Да? А здесь стоит g квадрат от q квадрата. g квадрат от q0 в квадрате. А здесь стоит m, а, валентное. под y и q0 в квадрате. Да? Ну понятно, я уже говорил, что уравнение со уравнением, но оно в начальном условии. И вот оно в начальном условии, вот оно здесь, вот и появилось, да? Сергей Ильич, может показать? А? Ведь акуку еще будет от йод самого зависеть, правильно? Акуку, да, от йод, да, конечно, зависит, конечно. Ну акуку, да, от йод, да. Я не писал, тогда напишу. Ну, конечно, здесь видно, что зависит от йод, да? Да. А, а, б, вот йод. Ну, можно вписать, я бы, на зависимость. А можно тут забивать, да? Вот так вот, конечно, зависит от йода. Да. Ну вот, значит, что же теперь? А где тут сколько вы закрываете? А? Экспонента, вот она закрывается сколько? Умножить на m. Умножить на m, да. Скажи. Да, конечно. Ну, это, давайте, здесь куловь квадрат, да? Опять же, это уравнение эволюции. Ну, понятно, что когда ку квадрат, там куловь квадрат, экспонент равна единице, да? И вот, это начальное условие, больше ничего. Больше ничего. Ну, давай проверим, как проверим. Ну, наверное, нам надо, вот, взять производную, да? Производную по логарифку в квадрате. Что же у нас получится? А куку получится, да? Делить на восемь пи в квадрате. А здесь стоит... Да я пока логариф... Здесь получит, значит, единица, когда рефилицируем по логарифку квадрат. Что мы не должны делать? Взять подинтеграмное выражение на вершком пределе, это значит, что у нас будет единица на β, вот, g от ку в квадрате. Правильно? Правильно. И взять еще производную, вот, вершкую пределку на логарифку квадрата. А производная по логарифку квадрате, g в квадрате, ага, g в квадрате. А откуда восемь пи у меня был счет? Д логариф, бета... Правильно? Мы так определяем, да? Вот тогда нет никаких восьми пи в квадрате. Ааа... Ааа... Бета, g в квадрате. Ну, там было 2π, же какие-то... g в квадрате? А, потому что g в квадрате это же не альфа и с, поэтому и восемь пи появляется. Альфа и с это же там с черепи надо делить, правильно? Это логариф. Вот, получается. Д альфа на восемь пи в квадрате. Да. А, вот отправили. Правильно, 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 правильно. Д логарифм, g в квадрате. Поэтому появится, g в квадрате здесь, да? g в квадрате. И на бет так же. Помню. Бет так же сократится. g в квадрате на 4t это альфа s. Да. И вот это правильно совершенно. Вот правильное выражение для m. Все. Нашли m. Повторяю. Ну, нужно вот эти вот начальные условия, которые, кроме как из эксперимента, никак не извлечь. Да. Теперь, ну а что же... А может, мы попробуем? Да. А вот из каких вот, ну, экспериментальных значений можно вот извлечь это m? Вы так говорили из каких? На самом деле из, ну, из глубоко неупругого рассеяния. Понимаете? Когда мы, ну, например, из сечения глубоко неупругого рассеяния, потому что сечение глубоко неупругого рассеяния, да? Мы получили, что оно просто равно, ну, там, функции мы вводили, структурная функция. Сечение выражается через структурную функцию. А структурная функция f2, например, это просто, ну, конечно, это структурная функция f2. А структурная функция f2. А структурная функция f2. А структурная функция f2. А структурная функция f2. Это есть сумма по а, z2. Квадратный, это заряд. На f, а, f2. В патроне, на x2. А структурная функция f2. Берём фуриевый образ, вернее, мерлины, получаем, что-то, и вот так вот. По-другому отсюда. Ну, я говорю, есть ещё много... Здесь я... Вы понимаете, здесь в зону входим, да? Сразу мы зарядываем. А будем смотреть не процесс электронного рассеяния на афродроме, А процесс рассеяния нейтрино на афродроме уже тоже будет выражаться через структурные функции, правильно? Да. Но с другими коэффициентами. И таким образом можно извлечь все... Кроме экспериментальных данных ничего нет у нас. Надо использовать всю совокупность экспериментальных данных, чтобы определить вот эти вот начальные условия. Да. Дальше что? Ну, вот видите, как простенько получается для валентного распределения. Ну, если мы знаем моменты, то восстанавливаем просто губы по этой формуле. Да? Да. Но еще можно здесь, ежели здесь еще использовать то, что βg, вот оно, в низшем приближении это есть β0. Значит, вот это вот использовать, да? Но мы получим еще упрощение. Мы получим следующее, что m, валентное. Вот, а под жри q2. Получим, что это есть q2, q0 в квадрате. Да? Так я думаю. В степени а ку-ку от й, деленное на, ну, я думаю, 2, делить на β0. Правильно. Правильно. Давай. Ну, ладно, я сейчас. m, v, валентное, а, от й, и q0 в квадрате. Да? Ну, этот интеграл можно взять. Этот интеграл можно взять. Я же подставил, вот, β от g, да, β от g, подставим β0. Что мы получим? Мы получим, давайте, давайте, что-то проделаем это, доли. Получим следующее, а делить на 8d в квадрате, да? 8d в квадрате. Здесь минус интеграл, интеграл dg в квадрате, dg в квадрате, делить на β0, да? И альба изделить на четвертке, это есть, что такое? Это есть g в квадрате, да? На 16d в квадрате. Здесь двоечка появится. Так, вот, двоечка есть. β0 появится. Вот оно все у меня есть. β0, да? dg в квадрате на g в квадрате. d, он говорит, g в квадрате. Это g в квадрате от q в квадрате. Или на g в квадрате от а. Здесь, конечно, не q в квадрате, а g в квадрате от q в квадрате. Ну, g в квадрате, да, конечно, это я... Альфа s от q в квадрате. Не видно альфа s от q в квадрате. Альфа s от q в квадрате. Вот, что вы сами сказали. Отношение а. Да. Как я вам наврал. Вот с атаком минус. Вот такой альфа. Вот такой альфа s от q в квадрате. Альфа s от q в квадрате, но в такой степени. Ну, что мы можем сказать? Эти функции, вот эти функции, они, конечно, у нас известны все b, поэтому все функции мы можем вычислить без труда. Да? Без труда. Функции а, а, б. Ну, я не знаю. Без труда можно вычислить. Ну, что мы можем сказать? Или... Что мы можем сказать? Да. Ладно. Ну, давайте я вам... Ох, вот так. Хотел вам написать эти функции. А шпаргалку заблю. Как же... Как же придется обойтись без этих функций? Хотя... Да, можно обойтись без этих функций. Но, что мы... Что мы знаем? Что мы знаем? Что мы можем сказать и так об этих функциях? Например, мы можем сказать, что интеграл, что y равен 1, да? Это функция... Это функция... Вот это... Это есть... b ку-ку... А, а ку-ку равно 0. А ку-ку... А ку-ку... Ку-ку... Вот единица... равно 0. Да? Откуда это у нас получается? А? А мы обсуждали, что это следует из сохранения заряда. Интеграл. Интеграл. Да. Из сохранения заряда. Мы таким образом находили виртуальную часть этого... первого года b. Поэтому... Да. Ну, а теперь... А сколько мы можем сказать? Ой, а ку-ку при значениях y больше, чем единица. Больше, чем единица. Что мы можем сказать? А? Ну, конечно... А? Вот это вот p содержит реальную часть и виртуальную часть. Да? Реальная часть, она заведомо положительна. Да? А виртуальная часть отрицательна. Да? Для чего? Виртуальная часть пропорциональна θ от z-1. Виртуальная часть это θ минус z минус 1 с неким коэффициентом. Правильно? Так виртуальная часть отрицательна. Реальная часть положительна. Виртуальная часть... Ну, ежели не вводить регуляризации по полторы или по низу. То есть не вводить там единицы делить на единицы минус z функцию плюс. Да? То это вообще функция расходящейся реальной части. Интеграл от реальной части расходится. Но я говорю, что важно то, что виртуальная часть это θ от z минус 1 и она отрицательна, эта виртуальная часть. Да? Значит реальный вклад положительный, виртуальный отрицательный. Когда мы интегрируем для единицы, то у нас вклад реальной части, интеграл от реальной части, интеграл от виртуальной компенсирует другу иначисто. Теперь давайте ее увеличивать. Что значит? Когда ее увеличиваем, что мы делаем? Ясно, что вклад виртуальной части не меняется. Потому что она содержит z минус 1. Единица в любой степени она единица, правильно? А в реальной части что происходит? Она уменьшается. Потому что мы умножаем, интеграл берем с меньшим весом. Когда j увеличиваем, то z в степени z становится меньше. Потому что z меньше единицы. Значит, при единице это ноль, а при всех других, при всех более высоких, это отрицательно. Отрицательно. И что это означает? Что момент, значит, здесь все будет положительно, здесь будет положительно, но альфа, здесь альфа s от q2, если мы q2 больше чем 0 квадрат, то альфа s меньше, чем альфа s. То есть стоит маленькое число, число меньше единицы положительно степени, это значит меньше единицы. То есть моменты падают с q2. Моменты падают. Вот момент при y равновидности он не меняется с q2, это сохранение заряда. А моменты с y большим единиц падают с ростом q2. Что это означает? А моменты, это вот он написан, это вот такой интеграл, да? И что означает меопадение? Это означает, что спектр, он смещается в область мягких х, в область малых х. Ну это в общем-то тривиальное, может это в другом тривиально же понять. Что у нас происходит? С ростом q2 у нас, грубо говоря, происходит деление. Больше делений происходит с ростом q2. Начальная частица, начальный партон распадается со цепочки, и поэтому плотность конечных, ну число конечных партон, ясно, что конечные партоны, то есть они имеют меньше х. А почему вы сказали, что спектр смещается в область низких х? Потому что я сказал, что, вот смотрите, что такое спектр? Вот, вот у нас интеграл, видите? Интеграл с ростом, с ростом, что происходит, мы говорили. Как может происходить уменьшение этого интеграла с ростом y? На самом деле, что может происходить уменьшение этого интеграла? Только за счет, ну, если мы посмотрим на эту функцию. Ну, как должна себя вести вот эта плотность с ростом q2, если весь интеграл уменьшается? Ну, ясно, что, если бы, если бы, если бы, если бы, вот эта плотность, посмотрите, ну, давай нарисуем такую картинку. Вот у нас изначальная плотность, пусть и изначальная плотность была вот такая плотность, да? Или лучше вот так вот, да? Вот изначальная плотность была просто дельта-функционная. Дельта от x минус 1, да? Дельта от x минус 1. Ну, мы стартовали с одного картона, с одного картона просто, да? Дальше что происходит? Ну, при этом, конечно, моменты все были бы равны единице, да? Дельта от x минус 1, да? Теперь, здесь было бы дельта от x минус 1, интеграл, был бы единица в степени от x минус 1, правильно. А, ежели, ну, что нам нужно сделать, чтобы, да, ну, как же бы этого объяснить более понятно? Честно говоря, даже не сооружу. А, вот, может быть, так. Давайте так скажем. Пусть, что у нас известно, что было, что интеграл от вот этой функции просто, да, он не меняется. Интеграл от вот этой функции не меняется. При y равном единице, мы говорим, интеграл не меняется с q квадрат, да? Интеграл из сохранения заряда, значит, полинтеграл при y равном единице не меняется. А при y равном единице, значит, он падает. Как он падает с ростом q квадрата? Значит, за счет чего происходит падение? Ну, как можно объяснить падение? Ну, вот, пусть у нас какая-то такая была функция и интеграл. При неизменном интеграле от этой функции, когда мы берем интеграл, что мы делаем? Вот какая-то была такая функция. Теперь давайте умножим эту функцию на какое-то дополнительное x, x в какой-то степени. Что мы делаем? Мы умножаем вот эту часть. Вклад малых иксов мы подавляем, да? Вклад малых иксов подавляем, а вклад больших иксов увеличиваем, да? Вклад больших иксов увеличиваем. Ну, и при этом с ростом q квадрат у нас происходит подавление. Как можно объяснить подавление? Ну, только тем, что у нас эта функция смещается как раз в ту область, в область малых иксов, которую мы подавляем. За счет этого происходит уменьшение момента при с ростом q квадрат. Ну, я не знаю. Только, может быть, другое объяснение более понятно мне сейчас не приходит в голову. Но, да, но я еще раз повторяю, что это то, что происходит смещение в область малых иксов, распределение смещается в область малых иксов, это просто физически непонятно. Потому что с ростом q квадрат, ну, это результат просто расщепления. Это результат того, что у нас происходит деление. деление портонов, да. Когда портон делится, ясно, что его продукты деления, они несут меньшую долю продольного импульса. вот так, вот так, да, теперь, да, меньшую долю продольного импульса. Но, но, на самом деле, мы можем еще посмотреть, можно по-другому сказать. Вот это у нас, мы смотрим валентное, распределение валентных кварков. А есть у нас еще и глюоны и морские кварки, которые, вот их распределение подчиняется выписанному уровню. И ясно, что они тоже, ну, когда мы при каком-то 0 в квадрате, пусть у нас были только валентные кварки. Потом, когда начинаем, начинается процесс инвалюции, рождается уже и кварки, и морские кварки, и глюоны, и они тоже выносят импульс. Тем самым уменьшая долю импульса этих самых валентных кварков. Ну, еще можем, вот, то, что смещается доля импульса, и у них тоже, с ростом у квадрат, оказывается, у этих кварков тоже, и у кварков, и у глюонов, доля импульса, которая, вернее, распределение по иксу, оно смещается, вот, с малой иксу. И это, может быть, даже более, более ярко проявляется для морских кварков и глюонов. Как это можно увидеть? Давайте, ну, давайте посмотрим, как же будет выглядеть. Как же мы... Вот мы написали уравнение, решение уравнения для валентных кварков. Решение уравнения для моментов валентных кварков. А что получится? В чем разница? Ну, для морских кварков и глюонов. В чем разница? Ну, там было два уравнения у нас. Вернее, одно уравнение. Теперь два уравнения, да? Но вид уравнения, опять же, решается таким же образом. Переходим мы этой монеткой, но... Теперь для моментов будет система двух уравнений, да? Система двух уравнений. Но, опять, эта система двух уравнений, она, к сожалению, я... Так, грубо говоря, у нас было вот такое уравнение. М с точкой, да, равно там А, ну альфа на А на м. Такое уравнение, да? Такое уравнение. Теперь будет система двухуравнений, да? Система двухуравнений, но мы эту систему можем... То есть у нас будет... А, можно так написать, вот эту... В том же виде написать эту систему. В том же виде, что и старое уравнение, то и старое уравнение, то и старое уравнение. Но, считаем теперь, M это вектором. Ну, или спинор, двумерным вектором, так далее. M, M это есть... Вот что такое. Это есть... Ну, я так напишу... Сигма, и Q, и G. Вот что такое. А это матрица, да? А это матрица. Ну и что же? Мы можем эту систему... Эту матрицу диагонализовать. Да? Диагонализовать эту матрицу. И этим самым мы придем... Опять же, когда после диагонализации мы получим уравнение уже точно такое же, да? Где вместо А будет стоять... Вот вместо вот этого А будет стоять... Будет стоять собственное значение этой матрицы. Правильно? Да. Так вот, ведем, значит... Так. И здесь уравнение можно написать следующее... Следующим образом... Вернее, даже решение уже можно написать. Решение можно написать следующим образом. М. Да? М. Да. Это вот... Это есть... М от Ё ку квадрат. От Ё и ку квадрат. Это есть... Я так напишу... Это есть... М плюс... Нечая... На... Ну, блин... Ладно. Это не важно. Значит... 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 Ку квадрат. Альфа С от Ку квадрат. Пардон. Альфа С от Ку квадрат. Пардон. Альфа С от Ку квадрат. Делить на Альфа С от Ку квадрат. Делить на Альфа С от Ку квадрат. Плюс... Альфа С от Ку квадрат. Делить на Альфа С от Ку квадрат. Да? А здесь... Будем... Напишем... Минус 2... А минус... Я ещё раз говорю... Потому что у нас появится... Два... У этой матрицы... Матрица... Вот у нас... Глянем по матрицу А... Которая есть... Вот такая матрица... Это есть... П Ку Ку... П Ку 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 которая у меня действовала на Сигма, на Сигма, на Сигма, на Сигма и Ж, да? Сигма и Ж, Сигма и Ж, Сигма, тогда здесь уже, а нет, ЖКУ, 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 а здесь ПУЖ, а здесь ПЖЖ, вот так, вот такая матрица, уравнение для М было такое, М с точкой равно А на М, да? М с точкой было равно А на М, ну, АФС на 2П, но это просто ПЦ, вот это матрица, вот такая матрица, АФС это собственное значение этой матрицы, и плюс это наибольшее, собственное значение минусное и меньшее, ну, два значения, плюс большое, да хотя, в общем-то, это не важно, здесь пока не важно, мы потом поговорим, какие же это значения, да? Теперь, значит, и здесь при этом минус от Ж и КУ квадратных, а что такое М плюс и М минус? Это есть собственные вектора, соответствующие этому и этому собственные значения, у матрицы есть собственные значения и собственные векторы, Так вот, это и плюс и минус, это собственные векторы, но ненормированные собственные векторы, таким, что мы знаем, мы знаем просто, что значение вот этого столбца, этого вектора, при кулое в квадрате, так, и М плюс и минус выбираются таким образом, ну, то, что они, если они, мы требуем, чтобы они являются собственным вектором, да? Но пока не говорим о норгировке, тогда мы фиксируем только соотношение между веков и нижними компонентами, да? То есть одна компонент остается свободной, да? У этого и у этого две компоненты остаются свободными. Мы их фиксируем тем, чтобы начальные условия, а чтобы они обеспечивают начальные условия, чтобы при кулое, чтобы, это же мы знаем, при начальном условии, здесь у нас, в начальном условии есть две независимых причины, это и нижний компонент. Так вот, я говорю, что если взять ненормированные собственные векторы, то они должны быть еще подчиняться начальному условию, тогда все у нас забито, все уже определено. Все, вот это вот решение для случая, когда у нас... Ну, я с системой двух связанных уравнений. Теперь, что же мы можем сказать, я вот, а плюс, а минус, от y. Что мы можем сказать? Вот мы можем сказать, что... Они, при y, стремяющемся к единице, да? Это, при y, стремяющемся к единице, они имеют сингулярность. Почему имеют сингулярность? Ну, давайте посмотрим, при y, стремяющемся к единице, как вы видите там в адресах. При y, стремяющемся к единице. Что мы знаем? Что мы знаем от... p, q, q. Ну, что же p, q, q? Ну, такая какая-то... Никаких особенностей она не имеет, это... Этот... Это пункция расщепления при y, стремяющемся к единице, никаких особенностей не имеет. Ну, более того, не имеет она... Да, p, q, 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 при y, стремяющемся к единице, не имеет никаких особенностей. Откуда особенности, то у нас, при y, стремяющемся к единице, возникают? Вот, особенности может возникнуть при малых z, при интегрировании от малых z. А, то есть, здесь мы должны смотреть особенности поведения при малых z. Ну, при малых z, p, q, q, никакой особенности не имеет. Где особенности у нас при малых z? Особенности... Вот здесь есть особенность. Да? Что это такое? Что за особенность? Это... А? Инфракрасная особенность. Инфракрасная особенность. И вот здесь имеется особенность. Вот здесь и здесь. Вот здесь и здесь имеется особенность. Да? Это инфракрасная особенность. Ну, эту особенность вы хорошо знаете из электродинамики. Это число фотонов в электроне. Число фотонов в электроне. как ведет себя число фотонов в электроне, а? ну, ну, сечение Вайкзекера Ленинса, что оно содержит? до омико на омико вот до омико на омико, поэтому P, вот это вот, я напишу на самом деле, что такое P, G, Q, да? это есть CF на, а здесь стоит единица плюс единица минус Z в квадрате, я писал, единица Z писал на прошлом семинаре, писал я эту формулу? а? да, да сознавайтесь писал, и это электрономическая формула ну, да, мы смотрим сейчас малые Z, вот она, особенность просто CF делить на Z ну, значит, и, а теперь, давайте так напишу просто 2 делить на Z, 2 CF делить на Z, да? при малых Z, вот так а это как будет себя вести? а? как это будет себя вести? это мы обсуждали, мы уже понимаем, как это себя будет вести что это такое? это инфракрасная особенность, да? да распределение, это распределение вот этих вот блеонов, вот здесь, в квадрате, да? ну, вероятность расщепления, вероятность рождения блеона, так вот выражается DZ делить на Z, D Омега на Омега, да? D Омега на Омега инфракрасия, да? ну, инфракрасия, оно не зависит от спина, да? инфракрасия, это классика, от спины не зависит, да? так поэтому, вот это будет, какая шутция? а? такая же какая? такая же ну, вот, вот это вот, световой множитель будет другой, здесь будет CF это же, что такое, это вот что такое, вот такая диаграмма здесь стоит CF, да? а здесь, а G-G здесь вместо кварта Пьер О, да? и он означает, и здесь тогда будет стоять не CF, а CA CA, это в фундаментальном представлении оператор казинира АТА будет в присоединённом представлении я так запишу P от Z примерно при Z стремящемся к булю, так запишу ну а ясно, что P G G булю примерно CA вот они вот самые важные но если проинтегрируем здесь с множителем Z степени Y Z степени Y берем, возьмем Y близкие к нулю, к единице, пардон Y близкие к единице но что мы получим? мы получим, что это мы получим примерно равно единице делить, ну опять же, CF или CV но единице делить на Y минус 1, да? Y минус 1 правильно? это после преобразования для вот этой функции, для вот этих функций, для вот этих функций мы получим возьмем вот этот интеграл ну и возьмем, подставим вместо вот этой функции единицу на Z просто что мы получим? и достаёт минус 1 ну это для тех, у которых особенности есть, но для тех, они не получат да? конечно, конечно, а здесь будут какие-то числа просто какие-то числа, да? ну ясно, что, собственно, одно из собственных значений будет тоже единица даёт минус 1, да? единица даёт минус 1 и, значит, здесь у нас будет что же у нас получится? то при Y равно при какой же единице у нас имеет а ну видно, что при при Y стремящемся к единице это да при Y стремящемся к единице у нас В моменте появляется расходимость. Засчёт чего? А вот момент. Вот он. Привёк стремящихся единицей. Расходимость появляется. Засчёт чего появляется расходимость? Ну ясно, что расходимость может появиться только за счёт малых иксов. Значит, у вас привёк стремящихся единицей, у нас имеется поведение. То есть, эти куб имеют сингулярность. Куб. Распределение становится сингулярным при х, стремящемся к нулю. Распределение сингулярным становится при х, стремящемся к нулю. И эта сингулярность увеличивается с ростом ку квадрату. Сингулярность увеличивается с ростом ку квадрату. Это означает, что, опять же, распределение смещается в малые иксы. И всё больше и больше смещается в малые иксы. Ну и здесь ещё надо добавить, что, конечно, тогда описание в области малых икс, ну уже нельзя ограничиться таким вот низшим приближением к теории возмущений для P, для функции расщепления. Вот всё-таки мы получили всё это выражение, когда ограничиваясь низшим приближением для функции расщепления. В уравнении халтаре говорится деклаб-уравнение, да? Значит, в области малых икс, оказывается, нельзя ограничиваться их. Ну, можно по-другому это... можно по-другому это... истолковать, ну... можно по-другому... Потому что, ну, если мы будем просто взять... давайте... ну вот можно сказать, что здесь нельзя при малых икс переходить в ограничивый разлож... вот это выражение уже просто больше неправильно в области малых икс, потому что нам можно будет учитывать... и нам будет учитывать следующие сферы разложения. Ну, грубо говоря, можно по-другому сказать. Вот давайте будем смотреть вот эти на... на функции... вот эти... на вот эти функции. Как мы сказали, они ведут себя как единица на йод минус единица. Единица на йод минус единица. То есть, вот в этом... когда мы пишем уравнение для моментов, у нас получается, что... что у нас... М с точкой... при... близких... при йодах близких к единице... М с точкой от йод... это будет пропорционально так... альфа-с я напишу... и ведь дает минус 1, да? Это мы ограничились низшим приближением для... П. А давайте посчитаем следующее приближение. И что же мы получим, что, на самом деле, в следующем приближении у нас будет альфа-с в квадрате делить на йод минус 1 в квадрате. Да? Альфа-с в квадрате делить на йод минус 1 в квадрате. А? Почему цель в приближении так? Потому что... ну это... так... может быть... не знаю... да... как бы это объяснить на пальцах? Как бы это объяснить на пальцах? Ну... да... не могу сейчас объяснить... Ну вот такой факт... понимаете? Такой факт... значит... и... такой... такой факт, да... Ну можно еще... значит... этот факт может по-другому... как-то... как-то... интерпретировать... с другой стороны подойти... Вот что такое... что такое у нас... вот эта вот особенность при йод минус 1? Как она проявляется в распределении по х, например? Ну вот, будем... будем смотреть глионное распределение. Давайте напишем... глионное распределение. Где уравнение? А там. Вот у нас было... уравнение... для... глионного распределения, да... Глионного распределения... да... Глионного распределения... и видим, что вот... вот это вот... ну можно так даже... вот смотрим... у нас есть для... Вот если мы перейдем в... вершκной глионное распределение... вот если мы перейдем...атема... к... Перейдем к... Восстановим G. Функцию распределения... Что мы увидим? Что у нас эта функция, она содержит логарифмы, она будет содержать логарифм единиц на х, да? Логарифм единиц на х, да, опять, да, откуда это? Опять на пальцах. Давайте, ну ладно, давайте вот так. Хорошо. Давайте наплюем на, вот, оставим только вот эту функцию g и оставим только в ней член единицы, вот только этот член в этой самой функции уравнения. Что мы получим тогда? О, давайте, наверное, проще всего там объяснить. Что же мы получим? Что же мы получим? Да, что же мы получим? А может быть проще? Ладно, ну давайте посмотрим все-таки. Давайте посмотрим. Что же мы получим? Мы получим такое уравнение. Посмотрим такое. g с точкой а. Ну ладно, m с точкой. m от y, да? Это есть. Я уже сказал, что буду рассматривать только вот это глюонное распределение и буду в нем смотреть только вот член циркулярный. Член циркулярный. Я получу альфа, s, там, на другие это я наплюю, делить на y минус единица, да? А чему это соответствует? Так. Чему это соответствует в это уравнение? Чему соответствует для уже функции распределения? Не для момента функции распределения. Не для момента функции распределения, а для самой функции распределения. Это g от x, u квадрат, да? Это есть g с точкой, да? Это есть, значит, это есть альфа s, значит, d на 2p, а здесь интеграл dx, dz потом, dz на z, dz от x до единицы, а здесь стоит b, которое мы сказали, что это здесь единица на z, да? И здесь же, вот, а, партон, единица делить на x, что у меня стоит здесь? Функции расщепления от отношения x делить на z, да? Функции расщепления я взял только член 2 единицы на z, вот эти функции расщепления. Тогда у меня получил x делить на z делить на x, да? z делить на x. z делить на x, и здесь стоит g, то же самое, от z, да? И q квадрат. Вот такое, вроде бы, уравнение, как я получил. Правильно я понимаю? Или 6 точка? Да. Ладно. Тогда, тогда я говорю, что, значит, интегрируя его, давайте я буду просто его интеллировать. Что я получу в результате интеллирования? Вот с таким ядром. Вот это я беру ядро, в нём оставляю только эту часть, и интегрирую, что получаю в результате интеллирования. И давайте я подставлю, в начальное, в начальное условие подставлю, g, просто дентг от x плюс единицы. У меня был один глион. Один глион. И смотрю, что с ним будет происходить. И глион вот таким образом расщепляется. Я повторяю, что это у меня есть p от x делить на z. Да. Я подставил единицы перед. Вот, значит, что я получаю. Я получаю, значит, d под алгоритм. Получаю, значит, это будет, это будет, напишу просто интеграл, 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 d логарифту ку-квадрат. d ку-квадрат на ку-квадрат. d ку-квадрат. Так. Перейду, напишу просто интегральную рамочку. g. Я напишу g от x ку-квадрат. Ку-квадрат. Это и есть. Интеграл, ну, я не знаю, от какого-то ку-нуль в квадрате до ку-квадрат. d ку-квадрат. d ку-квадрат на ку-квадрат. Да. d ку-квадрат на ку-квадрат. Это d логарифту ку-квадрат. Значит, альфа-с от ку-квадрат на ку-квадрат на ку-квадрат. Ладно. А здесь будет g от z и, маменька, т ку-квадрат. Вот такое уравнение. Такое уравнение. Как же? И буду его решать просто итерацией. Что я получу? Значит, получу. Считаем, что g. Начальное условие. Начальное, первое. Ну, по теории обрушений, по альфа-с. А как же начальное условие, получу дельта z минус единиц. То, первый член у меня будет. Первый член будет просто вот этот инкограмм. Да? И давайте я это просмотреть. Уберу бегучесть ку-квадрат. Бегучесть альфа-с. Альфа-с вообще зависит от ку-квадрата. Ну, если я рассматриваю не широкий интервал изменения ку-квадрата, Альфа-с как-то итераций. Не берется на х. И здесь логализм ку-квадрат на ку-нуль в квадрате. На ку-нуль в квадрате. Вот такой первый член. Когда я подставил, здесь вместо g подставил вот это. Просто дельта от z минус единица. Получу вот этот член. Дальше. Ну, следующий член транс я сюда должен подставлять вот это. Да? И что я получу? Получу следующий член будет плюс альфа-с делить на 2π уже в квадрате, да? В квадрате. То есть я сюда подставляю вот это выражение. Ну, конечно, их заменяю на z, да? И что я получаю? Альфа-с на 2π в квадрате. Ну, логарифм уже будет в квадрате. Логарифм ку-квадрате на ку-нуль в квадрате. Ку-нуль в квадрате будет у меня уже в квадрате. А так, чтобы единица стоится, но останется, куда не денется, да? Но здесь будет, раньше у меня было дельта от z минус единица, теперь будет единица на z. И интеграл в квадрате даст мне логарифм единица на i дополнительно. Да? Видите? Ну, вот видите. Значит, теперь два следующих шляпок. Загадывайтесь, чему он будет в квадрате? А? Следующий шляпок. Ну, это будет в квадрате. Да? Это будет в квадрате. Да? Единица на x будет. А логарифм будет в квадрате. Да? А потому что у меня осталось здесь. g от z подставил единицу на z. Да? g от z подставил единица. Вот, подставил. Следующий шляпок. Да? единица на z подставил единицу на z подставил. dz на z это логарифм. Да? А дальше будет уже dz на z и логарифм единицу на z. И интеграл в квадрате будет? В квадрате. Логарифм в квадрате. Да? Всё. Вот такой вот ряд будет по степеням альфа s на... Ну вот, степеням альфа... То есть разложение будет вот такое. Альфа s венны, логарифм q квадрат q0 венны, единица на x, логарифм единица на x, венны, ну и вен минус 1, неважно. Степень будет расти. На каждой альфа s будет... На каждой альфа s у нас будет добавляться логарифм q квадрат на q0 в квадрате и логарифм единица на x, да? Ну, даже если считать, что вот логарифм q квадрат на q0 в квадрате нелегко, а мы идём в обус малых x, ну, реально, когда у нас получает степень альфа s логарифм единица на x в порядке единицы, то надо суммировать все череды ряда теории возмущений, да? Все череды ряда. Почему 1 на x, а? Почему 1 на x, он не в квадрате? В логарифм? Ну, единица на x просто здесь. Здесь? Ну, реально, слева. Здесь? Ну, вот да, вот 1 на x просто в этом ударе. Потому что единица на x, это вот это единица на x, больше они не копятся. Видите? Вы, наверное, поставили первую в квадрате в g. В g тоже было единица на x? Нет, там было единица на z. Единица на z зависит, а не единица на x остается, а копятся логарифмы единицы. Ну, вот так. Ну, и на самом деле, есть такая проблема. Надо суммировать логарифмы единицы на x. Да? И эти логарифмы единицы на x, вот здесь вот мы их получили, что эти логарифмы на x, они, значит, ну, с логарифмом q квадрат на 0 в квадрате, да? Но если логарифмы единицы на x велики, то мы должны учитывать те члены, которые уже таких логарифмов не задерживают. Понимаете? А это означает, что мы должны, ну, как это, на языке, откуда такие логарифмы возьмут? Они вот эти логарифмы квадраты у нас, из-за того, что вот у нас p содержало, p не содержало альфа x, да? Ну, а вот он может содержать альфа... То есть, на самом деле, чтобы просуммировать члены логарифмов вот такого типа, в n-ой степени, да, в n-ой степени, в n-ой степени, мы не можем ограничиться без неусиленной логарифмами единицы на x, да? Вот наше уравнение, уравнение альфа или по весе, или деклаб уравнение, оно позволяет, конечно, оно позволяет суммировать такие члены, усиленные еще логарифмами квадрат, да? А те члены, которые не усилены логарифмами квадрат, они есть, но это уравнение уже не позволяет их суммировать. Ну, в принципе, оно позволяет их суммировать, но надо тогда уточнять вот эти b, b, б, вернее, b, функции расщепления уточнять. И уточнять, ну, для того, чтобы все такие логарифмы просуммировать, надо уточнять эти функции b до бесконечности. Во всех порядках, я у него смущение не знаю. Что, конечно, невозможно. Но можно решить еще другую задачу. Отдельно рассмотреть область малых иксов и не задавая цель исследовать еще эволюцию с квадрата. Ну, можно так сказать, что вот уравнение логарифм Борисе, что позволяет нам? Просуммировать члены альфа-с, если забыть о том, что у нас альфа-с бегущая. Второе уравнение деклам позволяет суммировать нам члены логарифм квадрата. Ну, некому квадрата в этой степени. Вот такие члены, да? Просуммировать. Но, ежи малые иксы становятся малыми, ежи мы хотим рассматривать малые иксы в области малых иксов, у нас возникают еще и такие члены. Такие члены, которые не ухватываются. Полторы, Борисе или Дегламп в равнении. Для них надо отдельную процедуру суммирования развивать. Ну, она как-то когда-то была. Разве это тоже давно? Еще до появления декламп. Ну, это отдельный вопрос. Который мы нам уж... Ну, не по силам нам рассмотреть этот вопрос. Не по силам. Много чего интересного есть в банке. Про динамики. И мы только маленькие кусочки оттуда выхватываем и рассматриваем. Так, вот на следующий, парень, я еще расскажу про маленький кусочек. Но связанный с этим, абсолютно связанный с этим, ну как другой взгляд на вот этот, на то же самое. Другой взгляд. Да? Хорошо? Ну, хорошо, нехорошо. Ну, куда вы денетесь? Давайте что-то разбежитесь. Ладно. Перерыв.